Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств. Вы слышали, что сказал президент Казахстана Касым Жумар Тухаев? Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. Противодействию мошенничеству и делам финансовой пирамиды. В департаменте полиции города Нур-Султан у нас расследуется мошенничество. В департаменте полиции города Карганды у нас расследуется дело о финансовой пирамиде. Вот ЕРДР обоих этих уголовных дел. Мы не зря их публикуем, потому что ждем от Генеральной прокуратуры надлежащей реакции. А все потому, что оба этих дела объединяет одна проблема. Это нежелание сволочей работать на местах. Потому что в Казахстане есть главный убийца будущего, это коррупция. Извините, но людей, ставящих палки под колеса, иначе не назовешь. Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляются с работой, уклоняются от выполнения поручений президента. Мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. У нас расследуются дела. Назначен и проведен благополучно аудит. Дело сейчас дошло до назначения государственной экспертизы. И тут прокуратура отказывается продлевать сроки досудебного производства. Точно так же произошло и с делом, которое расследуется в департаменте полиции города Караганды. Сейчас мы позвоним следователю и узнаем, как обстоят дела с принятым его необоснованным и не совсем законным процессуальным решением. Алло, Сумгат, приветствую. Это Жасулан по делу мое жилье Киезе. Сумгат, вы такие постановления мне не отправили о прекращении? А вы до этого говорили, что согласовывали этот момент. Получается, вы сроки согласовывали или порядок продления? Получается, мы продление согласовывали с ними. Они нам отказали, прокуратура. Не продлили дело. Сейчас уже о чем говорить? Сейчас мы вышли с Хадатайском в августе. Прокуратура нам отказала о продлении. И мы дело спрекатили. Коррупция убивает будущее. Текущее убивает будущее в настоящем. А это, естественно, сказывается на том, что и будущее с точки зрения развития страны тоже под сомнением. Чтобы вы понимали, мы обнажаем реальные проблемы. Только что вы слышали разговор со следователем. На самом деле он сейчас бедный, потому что он находится между огнем и наковальней. С одной стороны, у него есть задача по расследованию уголовного дела. А с другой стороны, надзирающая прокуратура, которая говорит ему нельзя, стоп, не проводить никаких следственных действий, прекращая его за недоказанностью. Прекратите это безобразие! Понятное дело, что эти обстоятельства сейчас не доказать. Но все это делается, уж поверьте, так на практике. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. Это обычное дело, когда не хватает сроков, следователь выносит ходатайство, идет к прокурору и просит продлить срок досудебного производства. Если есть основания, он продлевает. Если есть причины, он также продлевает. А если есть причины, но он не продлевает, значит есть какая-то иная заинтересованность. Коррупция убивает будущее наших детей. Когда ты смотришь на эту ситуацию иными глазами, с другим настроением, то есть основания рассуждать так, что первое, прокуратура сейчас на данный момент сосредоточила в своих руках весь уголовный процесс. И они сейчас контролируют от А до Я, хотя должны были просто проверять предмет законности принятых процессуальных решений. Второе, если закосячил прокурор, то его проверяет только вышестоящий прокурор. Я уже догадываюсь, как прокурор может проверять другого прокурора. Где-нибудь в дорогом кабаке, либо где-нибудь в крутом месте за бильярдным столом. Это все не работает, это все неэффективно. И на мой взгляд, от органов прокуратуры должен действовать другой государственный орган, не связанный по их служебной деятельности, и чтобы как минимум была объективность. Иначе говоря, мой старший брат проверяет братишку, и наоборот, братишка проверяет другого брата, либо один знакомый проверяет другого знакомого. В общем, мы все работаем в прокуратуре, и когда есть необходимость, они друг друга проверяют и делают это вполне нагло и формально. Коррупция, она убивает время, которое мы могли бы потратить на развитие страны. Ну и третье. Меня уже измотали мысли о том, что заместители прокурора чемоданами берут взятки и ломают живые нормальные настоящие дела тем, что отказывают в продлении сроков досудебного расследования. Ну как таких людей не называть сволочью, которые не боятся ни бога, ни черта, ни казахстанской власти? Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров. И если это действительно так, то такие сволочи идут против стратегического развития нашей страны по защите прав человека. Все вышеуказанные меры являются составной частью нашего стратегического курса, направленного на совершенствование политической системы и защиту прав человека. Вот видите, президент нашей страны говорит, генеральная прокуратура, разработайте комплекс мер по противодействию мошенничеству. А прокуратура города Нурсултан говорит, нет никакого продления вашим делам. Вот теперь придется записаться к господину Кусаинову, к заместителю прокурора города и объяснять вот эту ситуацию. Ну а тем временем прокуратура города Тимиртау прекратила вообще уголовное дело. Ну как прекратила? Оно вынудило следователя принять такое процессуальное решение. Вот экспертиза, вполне себе живое дело. 300 миллионов тенге ущерба, 122 потерпевших. По результатам экспертизы 179 миллионов тенге необоснованно было выведено из кооператива. Это как минимум указывает на состав растраты. Вот что мне писали все это время заместители и начальники следственного отделения. Что есть перспектива, будет перспектива. Но она была жестко сломлена вот такими непонятными решениями прокуроров на местах. Друзья, я вообще эти события связываю с посланием нашего президента Касымжумар Тухаева, когда он говорит, генеральная прокуратура, разработайте, примите комплекс мер по противодействию делам мошенничества и финансовым пирамидам. Как только он сказал, на второй день я получаю новость о прекращении дела по делам финансовой пирамиды. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. Тут у меня возникает резонный вопрос. Прокуратура специально делает все напротив словам президента нашей страны. Или они реально тупо не догоняют. Живут по каким-то иным понятиям. Прокуроры обязаны быть юристами и хотя бы знать, как расследуется вот такая категория дел. Там и так нет кадров. Никто не хочет работать следователем. А вы такими методами исключения у них времени пытаетесь наладить качество. Такого качества не будет. Такие действия тщетны и напрасны. Я понимаю, когда по делам не проводится ни одного следственного действия. А по делам, где все прозрачно, где все движется в суд и где есть все основания полагать, что кому-то крышка, вы принимаете решение. Нет, мы больше сроков вам не дадим. Захлопнем дверь и больше ваши доказательства не войдут в основу материалов этого уголовного дела. Просто берете и закрываете перед носом уголовное дело. Не даете возможности следователю обеспечить полноту, обеспечить это дело заключениями экспертиз. Это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования. Вообще скандал вокруг этих двух дел, вот я сейчас показываю еще раз ЕРДР, связан с тем, что правоохранительные органы всецело спекулируют на правах самих потерпевших. По делу о пирамиде говорят, мол, сами виноваты, зачем ищите легких денег, бесплатный сыр в мышеловке. Вот вы и сами попались. По делу Назарова то же самое. Мол, куда смотрел, нужно было заключать договор. А никто не учитывает, что мошенничество не стоит на месте, что даже мошенники, заключая договора, уже заведомо знают, что он заведомо неисполнимый. И это является одним из способов совершения мошенничества. То есть как способ получения ваших денег. Но вот такое отношение это, на мой взгляд, чистая спекуляция прав и обязанностей. Когда вину возлагают на самих потерпевших, а вину реального преступника или за счет вины реального преступника кто-то становится богаче. Иного объяснения я этому не нахожу. Друзья, я надеюсь, что эта информация дойдет до сведения Генеральной прокуратуры. И они примут реальные меры прокурорского реагирования. И это всецело станет началом того, что прокуроров тоже необходимо проверять. Уважаемые друзья, уважаемые зрители этого канала, я не претендую на правду. Но если мои рассуждения хоть как-то где-то совпадают с вашим мнением, пожалуйста, поделитесь об этом в комментариях под этим видео. Нам важно мнение каждого из вас. Спасибо за просмотр. На долго не прощаемся. До скорого. Удачи. Ну вот так вот, друзья. Я рассказал вам конкретные простые примеры, почему у нас финансовая пирамида не расследуется. Почему у нас мошенничество идет одним за другим. И все это превращается в нераскрытые преступления. И все говорят, ну там сложно, ума у нас не хватает, технических средств не хватает. Ну конечно ничего не хватает, если везде вокруг все создают вот такие препятствия. Прокуроры, они должны блюстить закон. И если не хватает возможностей у органов следствия, то органы прокуратуры должны хотя бы не мешать следователям придумывать конкретные меры для борьбы с этим видом преступлений. Ведь прокуроры не борются с преступлениями, а борются сотрудники полиции. И у них и без того много всяких непрофильных задач, с которыми они до сих пор борются. А тут еще и прокурорские мешают им расследовать. Поэтому я считаю, что это становится новым видом, где может зародиться коррупция. И тут наши служители антикоррупционной службы должны взять это на заметку. Информация ходит в социальных сетях. Будьте бдительны. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...